Здравствуйте! Сегодня у нас очередное видео о настоящей мистике. Женщина, заигрывая с мистикой, чуть не потеряла дочку. Давайте поговорим об этом поподробнее. Напоминаю, что в этой программе принимают участие люди, прошедшие психологические и наркотические проверки, а также детектор лжи. Меня зовут Тэмми, и я раньше жила в Санкт-Марии в центре города вместе с дочерью. У меня часто оставались друзья на ночевку. Я и мои друзья любили дурачиться со спиритической доской по ночам. Я даже не помню, откуда мы ее взяли. Но уже потом я видела, что такие доски продаются в магазинах, и ее даже можно сделать самим. Я всегда интересовалась мистикой, и эта доска заинтриговала меня. Я хотела проверить, сработает ли призыв духов. Одной ночью мы вчетвером начали играть со спиритической доской. Но я не осознавала, насколько это все серьезно. Мы все думали, что это всего лишь игра. Все началось с вызова духов моих уже покойных, бабушки и дедушки. Кстати, после той ночи они начали часто мне сниться, и почему-то каждый раз в моих снах они были без глаз. Но потом мы захотели больше. Мы вызвали дух Элвиса Пресли и спрашивали у него, как он умер. А других духов, которых мы тоже вызывали, мы спрашивали о дьяволе и аде, и что нас ждет после смерти. Еще мы спрашивали, куда люди попадают после смерти, и все ли с этими духами сейчас в порядке. Но вскоре мы получили нечто большее, чем просто ответ с того света. На спиритической доске есть слова «да» и «нет». И духи обычно отвечают на все вопросы с помощью этих двух слов. Когда я это поняла, я начала составлять некий план и записывать то, что уже спросила, чтобы не повторять одни и те же вопросы несколько раз. Но вдруг неожиданно пришла неизвестная сущность, которую мы не звали. Мы начали спрашивать ее, кто она и чего хочет от нас. Когда мы это спросили, свечки около нас погасли, и начал появляться странный дымовой узор. Я была напугана, я не понимала, что происходит. У меня появилось ощущение, что воздух в комнате стал другим. И мне не надо было видеть, чтобы почувствовать, что что-то пошло не так. После этого мы слышали много странных стуков и непрерывных дымов. Волосы встают дыбом. В тот момент я почувствовала, как мое сердце уходит в пятки, и волосы встают дыбом. После этого случая, каждую ночь в моем доме начали появляться странные теневые фигуры. Они приходили и уходили. Обычно их было от одной до трех, и они были огромные. Более того, у них не всегда была человеческая форма. Когда мы вчетвером собирались за одним столом, мы знали, что кроме нас и моего ребенка, который спит в своей кроватке в соседней комнате, в доме больше никого нет. Но мы слышали грохот и видели то, что не подается объяснению. Так что это был точно не кто-то из нас. Поначалу, в первый раз, когда мы это увидели, нам не верилось, что мы видим теневые фигуры. Все смотрели друг на друга, пытаясь найти объяснение. Мы очень нервничали, но нам также было очень страшно. Игра с паранормальными вещами имеет свою оплату. Другой ночью мы снова играли со спиритической доской, но потом на следующий день я должна была снова вернуться к своей обычной жизни. Мне было очень трудно игнорировать тот факт, что вся эта паранормальная активность все еще происходит в доме, где я живу. В тот момент моя одержимость сверхъестественными вещами брала верх. Мы с друзьями не были под действием алкоголя или наркотиков. Нам просто нравилось заниматься мистикой, и мы были зависимы от этого. Но потом была еще одна особенная ночь, и это все еще невероятно для меня. Одна моя подруга была с нами, когда мы призывали духов, но она не участвовала, а спала на полу. Она спала, но неожиданно начала сильно вертеться и дергаться во сне. Мы пытались ее разбудить, но она неожиданно начала говорить что-то странное на другом языке. Ей потребовалось 10, а может 15 минут, чтобы наконец-то прийти в себя. Когда она проснулась, ее глаза были налиты кровью, и она ничего не помнила о том, что она спала, и что мы пытались ее разбудить. Я действительно подумала, что она была одержима в какой-то момент. То, что с ней происходило, определенно напугало нас всех. Как только вы откроете дверь в наш мир с помощью спиритической доски, может возникнуть множество ужасных последствий. Например, духи могут стать злыми и опасными. Также очень часто в человека сядет демон во время призыва духов через такую доску. Спиритическая доска призывает в наш мир не только духов, а вообще всех сущностей. А Тэмми и ее друзья совершили глупость, потому что они просто не смогли удержаться от этого. Но даже после этого я и мои друзья не смогли сопротивляться использованию спиритической доски. Это был просто вопрос времени, когда наше хобби превратится в настоящую охоту на нас самих. В другую ночь, когда мы все снова собрались для призыва духов, но еще его не начали, мы посмотрели в окно и вдруг увидели двух страшных существ, у которых как будто была между собой схватка. Когда я рассказываю об этом, это звучит невероятно. Но это было очень пугающе, и мы не могли поверить своим глазам. Увидеть их в своей квартире во время призыва и увидеть, что они могут прийти сами, это две разные вещи. Я боялась, что зашла слишком далеко. Но эти демоны оказались наименьшей из проблем. Злые силы пытались отнять самое ценное, что у меня было. Когда я уже спала, я проснулась от странного чувства. Я посмотрела на свою дочь, а она смотрела в стену и стояла спиной ко мне. Я начала ее звать, но когда она не откликалась, я встала и подошла к ней, чтобы поднять ее на руки. Но прямо перед тем, как ее взять, она сама повернулась ко мне лицом, и я увидела, что у нее не было глаз, а вместо них была пустота. Она смотрела, как будто сквозь меня. Я, как мать, знаю в своей дочери все до мелочей, но я никогда раньше не видела у нее такого ужасного лица. Было очень страшно осознавать, что злые сущности могут контролировать меня через мою дочь. Я чувствовала, что не могу ее защитить. Зная, что мы играем с такими страшными вещами, я очень волновалась, что с ней что-то случится. Я верю, что во время призыва духов мы выпустили что-то злое. И я специально пришла сюда, чтобы рассказать эту историю и ее последствия другим людям, чтобы предостеречь их от моих ошибок. Я надеюсь, что через мой опыт они смогут извлечь урок. Мистика действительно существует. На следующее утро я уехала из этого дома и разорвала все связи с моими друзьями. Хоть все мы и живем в одном городе, мы не разговариваем друг с другом. Если вы все-таки собираетесь сделать это, проявите уважение и не заигрывайтесь с этим. Я поклялась, что больше никогда в жизни не прикоснусь к спиритической доске, и так и сделала. И после этого все паранормальные вещи в моей жизни прекратились. У меня на сегодня все. Я вам очень рекомендую не заигрываться с мистикой. Это может быть очень опасно для вас и для ваших близких. Я сама очень обожаю мистику и не могу жить без нее. Но я не делаю никаких экспериментов. Я очень благодарна вам за ваши хорошие комментарии и за вашу поддержку. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok